Добрый день! Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 4 октября. Блогер из Перемии, сотрудник КГБ, бывший Бестонов Алексей Борисович. Я уже говорил об этом, о полковнике, которого ФСБ задержали с 12 миллиардами рублей дома на квартире. До этого подполковник был арестован центрального аппарата МВД с 9 миллиардами. Захарченко, тут Черкалин. И вот я бы хотел тут, я ждал немножко паузу, потому что все-таки, как правило, первая такая информация, она всегда бывает очень, если хотите, очень такая тенденциозная. Обычно немножко подождать и, может быть, через месяц, через два, через три появятся какие-то сведения. Но действительно появились, и вот теперь можно какие-то итоги подводить, посмотреть, что же все-таки такое произошло, для чего же все это дело. Давайте по порядку. Кто такой Черкалин? Черкалин, ну, как сообщают СМИ, я никакого отношения, никакого к этой, так сказать, структуре ФСБ не имею. Черкалин – подполковник ФСБ, причем работал в центральном аппарате, в банковском, так называемом, отделе и так далее. То есть он курировал всю банковскую систему, ну, прежде всего, столицы, страны, ну, где наиболее лакомые кусочки – это в Москве. То есть вся информация, которую я сейчас сообщаю, она не служебная. Я, так сказать, никакого отношения давно уже не имею такой информации, поэтому я пытаюсь просто проанализировать то, что мне удалось прочитать. То есть он, потом механизм получения взятки, вот смотрите, он получает деньги прямо недалеко от здания центрального аппарата, здания Лубянки. Ну, если вы представляете, что такое Лубянка, Лубянка – это такая большая площадь, память из Дзержинского был сейчас, там нету. Тут там очень много ресторанчиков, кстати, там через дорогу на Кузнецком, как улица называется, переводок идет к Кремлю туда. Там очень хороший ресторанчик был, в свое время мы там собирались. И там, кстати, давали уникальную уху с молоком, с очень вкусным. Ну, мы сюда с собой приносили бутылку водки на пятерых, тихонечко там, тихоря, ну, неважно. Так сказать, когда у нас там какие-то мероприятия были в центральном аппарате. Так вот, я хочу сказать, что он получал деньги эти прямо или же у здания недалеко, или в кафе недалеко. Была встреча, вот пишут там, на пятом этаже ЦУМ. ЦУМ тоже рядом, буквально через дорогу, да, то есть фактически. То есть рядом с зданием Лубянки он эти деньги получал. Ну, кто, так сказать, ну, бывшие сотрудники и так далее, те всегда прекрасно понимают, что, например, ближайшие кафе, ну, например, у нас, примите, да, у нас, скажем, ближайшие кафе, работницы кафе, как правило, являются осведомителями МВД местного. У меня был такой случай, ну, я юрист, и встречался с женщиной там в кафе рядом с зданием МВД, и тут же меня вызывают, опер звонит, говорит, а что вы там разговаривали с женщиной и так далее. Ну, понятно, что им тут доложили, я ему объяснил, что он что-то. А, не опер меня, женщина, которая, с которой я разговаривал, она мне звонит, говорит, меня, говорит, вызывали в милицию, спросила, что я пытаюсь вас обмануть. Она говорит, да нет, он наоборот помогает. Ну, то есть, понятно, да, а я вам хочу сказать, что в Москве все кафе, которые находятся рядом с Лубянкой, там стоит прослушившая аппаратура, как я полагаю. Да, ну, это делается для оперативных служб, то, как правило, люди, которые ходят на допрос в здание Лубянки, или, допустим, или рядом с зданием следственного управления, то они, как правило, беседуют с адвокатами, там еще какие-то, ну, в кафе рядышком, и оперативные службы, они осуществляют какой-то определенный контроль. Ну, это не нормально, не плохо, не хорошо, это нормально в рамках закона и так далее. То есть, смысл в чем? Что этот человек, получая деньги, в общем-то, ни о чем ничего не боится, ни о чем не боится, он получает деньги наличкой 800 тысяч долларов. Ну, чемодан получает. Дальше, куда? Он, как сообщает, МК писала, он эти деньги заносил обратно в здание Лубянки. То есть, это о чем говорит? То есть, в данной ситуации, это просто последническое звено, друзья мои, это просто молодой мальчик, потом посмотрите, жук ему летом, 33 года, он уже подполковник, работает в центральном аппарате. Ну, ладно, там у него папа, папа у него там тоже из этого банковской системы, из этого ФСБ управления. Ну, ладно, там блатной мальчик, ладно, это одно. Но, как правило, ну, как-то, конечно, с такими, то есть, смысл-то в чем? В том, что эти деньги он носил даже, я думаю, не руководству этого отдела. Потому что я знаю систему сейчас, система внутри ФСБ, даже начальники отделов там ничего не решают. Это просто мальчики на побегушках. То есть, фактически, эти деньги он нес, как я полагаю, руководству ФСБ. Дальше, смотрите, значит, их взяли в тот момент, когда уже на квартирах было накоплено, там, у Захарченко 9 миллиардов, здесь 12. То есть, вот, по сути дела, я думаю, что даже не руководство ФСБ эти деньги собирало. Это что-то с администрацией президента связано. Может быть, даже это деньги на теневая касса известного главы государства, да. А чтобы их легализовать быстро-быстро, так сказать, ее, что называется, ну, может быть, не легализовать, а, так сказать, как-то, так сказать, и так далее, то они провернули эту операцию, пожертвовав жизнями людей и так далее. То есть, если вы говорите, что это не может быть, совершенно вы напрасно так думаете. То есть, жизни людей, в том числе вот этих вот мальчиков, которые в 20, там, высоко, там, в 32 года становятся подполковниками, да, которых папы приводят в специальные подразделения за ручку, да, которых они опекают, оберегают, становятся, они ничего не значат, они ничего не стоят. Вот ваш покорный слуга, я умел всегда говорить нет руководству, да, и никогда не был хорошим. Ну, как это, это же ситуация решается так, ну, допустим, начальник управления звонит, 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 значит, скажем, начальнику отдела, говорит, найди мне парня, он посмышленный, который бы не задавал лишних вопросов, чтобы он эти вопросики порешал. То есть, вот, такого парня нашли, он был, что называется, таким передаточным звеном, ну, и собирали деньги, вот они собирали деньги-то, допустим, там, и так далее. И все, после этого их взяли легализовали, и так далее. И я думаю, что там уже будут просто какие-то банковские, что называется, банковские махинации. Не думаю, что все деньги попадут в бюджет. Я не думаю, что, так сказать, эти деньги предназначались в бюджет. Может быть, как вариант, эти деньги собирались для того, чтобы иметь какую-то нелегальную кассу для решения каких-то оперативных вопросов. Да, по линии там. Ну, как вы знаете, то есть, как правило же, когда деньги большие платятся, допустим, какой-то агентуре и так далее, то, как правило, если это официальная валюта, то эти деньги, они проводятся через, за подписью, там, ну, миллион долларов. Ну, есть такая информация была об этом, что когда платила КГБ деньги на выборную кампанию, выдавала одному из лидеров в Индии, блоках, который поддерживал Советский Союз, то за подписью премьер-министра эти деньги наличка КГБ привозила. Ну, а это же нужно было все оприходовать. Это валютная касса, это, так сказать, нужно, чтобы санкции премьер-министра, да, снять со счетов, перевести, значит, обналичить и так далее. Но сегодня, учитывая, что уровень, ну, пролетовения, предательства, скажем так, он такой запредельный, что возможно, что вот таким образом, так сказать, таким образом формируют черную кассу для решения каких-то своих, так сказать, оперативных дел. При этом страдают люди, да, то есть, ну, да, формально он, так сказать, они прекрасно знают, что этот отдел крушует банки, да. Ну, за что деньги платили? Ну, понятно, за, там, они предупреждают, там, об отзыве лицензии, они предупреждают, там, у банка, или они предупреждают о том, что, ну, какие-то определенные санкции через центр банка пойдут к этому банку, чтобы вовремя могли увезти банки, а может быть, и, скорее всего, так оно и есть для того, чтобы, допустим, банк функционировал, или для того, чтобы вы могли, собственно, полюсить лицензию на банковскую деятельность, вы заносите, там, 10%, или, там, 20-30%, 30% заносите соответствующему отделу ФСБ, который курирует, который фактически является, де-факто, что называется, что называется, держателем вот этих всех денег. Поэтому, ну, к сожалению, это не то, что даже не коррупция, это вот такая финансовая реальность нашей страны. Поэтому я считаю, что это деньги, в общем-то, это не деньги ФСБ и даже не деньги этого подполковника, да, он совершенно тут передаточное звено пронеси-унеси, понимаете, то есть, фактически это деньги руководства ФСБ, а через руководство ФСБ администрация президента. Но сегодня говорят, что Путин где-то примерно три бюджета имеет, которые никакие, ну, думай, не контролируются, да, никакие источники, то есть, невозможность их проконтролировать в государстве, да, то есть, это вот, в том числе вот этого, я знаю, что в Москве в нулевые годы, не только в Москве, кстати, по всей стране, да, собирали эти деньги и, так сказать, ну, как я полагаю, возможно, прямо налички в чемоданах увозили в Москву, да, то есть, тогда формировалась команда Путина и так далее. Команда, так сказать, тогда ушла противостояние семьи Ельцина и его семьи. И вот эти механизмы были запущены, когда в нулевые годы, когда, что называется, деньги собирались наличкой, ну, за должности, должности продавали, допустим, скажем, вот, ревно говоря, 10% получаешь транш, допустим, на край, допустим, там, вот, ревно говоря, миллиард, 10 миллиардов рублей, откат миллиардов, ну, вот и так далее. А сегодня, когда команда Путина везде расставила просто своих людей, своих мальчиков, губернаторов и так далее, то, в принципе, им особо, даже и париться сейчас не надо, они сами там делают, что хотят, но, тем не менее, черную кассу они формируют, да, формируют таким образом. К сожалению, иногда страдают люди, да, их жизни, ну, получится десятку или девятку этот парень и так далее. Но поэтому, видите, в этих системах нужно всегда, что называется, уметь говорить нет. Эти мальчики, они не умеют, и поэтому они в 32 года и строятся под полковниками, да, ни в армии не служил, папа его привел, папа его там курировал, папа, ну, а в нужный момент, когда нужно сказать нет, да, если бы он сказал нет, его, конечно, бы уволили, посадили бы по-другому делу, или бы в психушку положили, как меня, но, тем не менее, он бы жил спокойно, ругался и так далее. То есть я тоже, да, когда руководство ФСБ, ведь там такая же была, что они не рассчитывали, не думали, что я окажусь таким тупым и упрямым, да, когда они при помощи чеченцев, ну, то вопрос, для них, с их точки зрения руководства ФСБ, это вопрос решался очень просто. Там были сотрудники наши ФСБ, которые уволились из ФСБ, жили в служебном районе, и надо было выселить. Они говорят, чеченцы, вот мы тебе дадим квартиру, выселяй их. Ну, он пошел там на бандитов, они шли убивать семью. Ну, в этот момент вдруг случайно оказался я. И руководство ФСБ не думало, ну, они мне говорят, ну, ты все правильно гадал, все правильно понял, ну, молчи, все будет нормально, не переживай. А я тут говорю, нет, друзья мои, будет там девочка, она такая умненькая была, помню, три годика ей была умница такая, ну, дочка нашего, высшего сотрудника, мы с ними дружили, так, ну, по чечке, и мне просто по чечке было ее жалко. Когда они начали стрелять, она даже от страха писать села, я ее телом закрыл, там, полю получил. Ну, потому что, ну, что, Диана, девочка, при чем? Я говорю, нет, мы с вами общий язык не найдем. И начал писать жалову прокурору, ну, я не доносный, жалову писал в соответствии с законом убийства детей. Это во мне игрушки. Ну, после чего меня в психушку посадили и так далее. То есть, конечно, вот этот молодой полковник Чепкалин, он, так сказать, в молодые годы, так сказать, в начале службы на такие вещи не шел. Я шел, да, ну, по крайней мере, я, моя репутация среди руководства ФСБ, что я сумасшедший, там, с ним невозможно договориться, он, так сказать, правильно невозможно, но меня и подставить невозможно, понимаете, потому что у меня нет папы, там, нет, папа алкоголик был, я уже рассказывал, знаю, в Москве, ну, что поделаешь, песни жены не выкинешь. Ну, он был умный мужик, образованный, все, старшая мать была, на 15-17 лет, очень образованный, ну, вот, страдал русской болезнью, так сказать, что называется, пил, пил, ну, это многих людей талантливо пьянка сгубило, и он действительно уже допивался уже в конце жизни, он умер от цирроза, когда мне было 3 года, когда допивался уже до белой горячки, то есть, фактически уже, ну, такая, поэтому у меня, что называется, не было никакой мохнатой руки, и я, что называется, должен был сам оглядываться, но убийство ребенка, семьи, в любом, даже в самом веселом государстве, даже в нашем, это вам срок не сойдет, да, если, допустим, начнут какая-то проверка, что-то, ну, тогда в 90-е годы какая-то проверка, полная, то есть, мафизация была, ну, я решил так, что, а мне зачем это надо, еще в сторону законопорядок, я доложил, ну, после этого меня положили в психушку. Вот, что касается, еще вот, по Лубянке, все дела, вы знаете, прошла информация, всегда это бред, не может быть, что в 90-е годы, когда бюджет страны был 20 миллиардов долларов, меньше бюджета Нью-Йорка, да, да, говорят, что правительство, одно из правительств при Ельцине, продало рынок, наркорынок российский, колумбийскому наркокартелю, да, и якобы они продали чуть ли не за 3 миллиарда долларов, а общий рынок насчитывался порядка 30 миллиардов, и вы знаете, там я сразу журналисты пишу, а этого не может быть, не может быть, а вы знаете, я вам скажу, что 90-е годы даже на Лубянке, вот в этом переходе, перед центральным зданием торговали всеми этими препаратами, я не знаю, героином, но весельями в этих семьях, химическими средствами, ЛСД там, что-то торговали, то есть, вы знаете, я думаю, мне не кажется вот эта вот информация настолько, настолько, что уж нереальной, что такого не может быть, к сожалению, мы живем в такие времена, что все может быть, и там такие игры разыгрываются, поэтому в данной ситуации этого мальчика просто подставили, он просто стал передаточным звеном, он вовремя не мог говорить, нет, а деньги это подначались руководством ФСБ, совершенно очевидно, это та дань, если раньше бандиты снимали, знаете, вот вы не помните, я помню, я еще это видел в Москве в 90-е годы, в Царицыносе были разводы группировок, там по 100-150 человек, они просто раздавали задания, куда, где кого снимать, какие дани брать, то же самое, то сегодня это выполняет руководство ФСБ, этим занимается, через вот эти вот мальчики-подполковники, с махратыми волосами, двумя руками, но без царя в голове, губенькие, они садятся на 9-10 лет, совершенно не понимая, что в той игре, которую развязали, они просто были пешками и передаточным звеном, ну а грызаться, показывать зубы, говорить нет, они не умели, поэтому стали подполковниками, а ваш покорный слуга это делать умел, и говорил, нет, если у него не заказал порядок, ну что поделаешь, это такая работа, такая служба. Спасибо, ваш Бессон, Алексей Борисович.